начало миссии старт раунда старт игровой недели старт всего чего только можно ребята на наших с вами экранах ревенант будут сражаться против норстрим мемброс первого карта деловой центр второй я вам сейчас скажу и это будет металл за кт выбирали господа из норстрим мемброс хорошо такой маппул такие команды а у микрофона для вас как всегда лезть и выходов максим черентьев поехали всем привет ребят сегодня нас определенно с вами ожидать жаркий игровой вечер ревенанты против норстрим мемброс ревенанты против команды five elements в командах прошли решаплы за эти выходные и о которых мы поговорим немного позже здесь уже есть первые контакты на карте и как-то ревенант теряют себя довольно быстро минус бандита с рейкс плюсом джессис остается два игрока уже вовсе один либериан получает по голове от элокси и перемещение на пятерку тео скорее всего получит информацию под бингу в считанные секунды до прилетает пачка и в сухомятку этот раунд разминают для себя пока все простенько но опять же это начало лишь только будем смотреть и ждать команды расстреляются и вот пока что же свой максимум начнут показывать если говорить про ревенант да их несколько каток наверняка как раз такие разодорят дадут им хорошее начало но из неприятного да хотя подожди что я думал тут ну а какой соперник из них буду получишь чтобы разогреться и все такое ну окей сейчас на развили потом в любом случае играть против них нужно да тут такая тема есть можно долго размышлять а если если и как оно было бы если бы стояла вот так вот вот нужно быть готовым и делать сейчас уже что-то а лучше делать красиво тут может быть под зигой контакт элокси при прикрытии то стоит как раз таки здесь уровень щека головы условно и в итоге то они срабатывают хорошо сработали с помощью блатанта тело по ходу дропнулся а я понял как раз таки что и случилось они подхватили друг друга то есть тело чего нормально поставил вот у него вот это хорошо он расстрелялся просто тело дропнулся на парыч его бил тнт сменил наверное так она и было но все слишком хорошо сейчас для тнр твинг последний и он на кассе он уже мертвый не на кассе но в тэшке еще один раунд снова сухомятка дайте запись ну нарзы здесь просто пережевывают оппоненты как только могут не знаю ревенанты скорее всего не разогрелись и первые два раунда это еще не показатель но в любом случае ни одного кила за два раунда это насколько надо быть не разогрет джессис остается сейчас на квадрате готовит раскид гранат идет перемещение как раз таки через шорт под эти хаешки минус от бандита того погибает и скорее всего в дальнейшем будет выход под п сайт либо это попытка смен сместить сюда абсолютно все внимание вот оппонента и сделать фейк поскольку сейчас по направлению оппонента работает еще и твинг но он пока что крайне тихо и робот откидываются еще несколько хаешек на шорт плюсом смоки сейчас в позициях шарта работает сложно но с другой стороны под смоками атаки с одной стороны даже с руки до немного перегнул с одной стороны но ничего страшного перемещение на длину и кажется что очередная попытка будет открыться в б-сайт и найти здесь еще хотя бы один минус и от этого минуса уже будут в дальнейшем действовать ребят кстати неплохое название клана бойс фром зимбабве как-то вот так хорошо бандита пробегает и пробежал уже даже под яму может выйти спокойно за спину забрать на изи боя но нужно его забирать потому что он двоих его тиммейтов прикрыл уже не прикрыл в неприятной обстановке так скажем но получили вроде бы как позицию элокси уже свапал да там я нож увидел да кстати ножом с ним погиб неприятненько и остался один плюс который через тк прошел уже стреляется с мусорки зиги но и ребята из ревенант понимаешь пока 2 в 1 есть возможность одному ставить другому прикрывать все это дело и наконец-таки дали запись водички и вот ревенант собрались есть фраги и вот пошла игра скорее всего сейчас они будут и далее пропагандировать более медленный стиль игры довольно спокойно будут отыгрывать искать для себя какие-то опены от этих опенов действовать и далее но также команда с норстрим мембер сможет слишком сыграть в закрытую заставить ревенанта первыми выходить на контакт но тео конечно же поджиме в своей привычной традиции закидывает хаешку находит минус закрывает астрикса и понимает то что здесь надо отойти соперников слишком много там блатант находится на ланге он может помочь но ты он не собирается отступать назад даблкил его исполнений до 3 не дотянулся что такое помощь тоже верно какие-то такие ситуации вопрос становится очень сильно актуальным сейчас перестрелка была на карабасе твинг спокойно закрыл плюсам и будет выход через зиму я просто смотрю в чате сообщение рафлянка пошла сердце а сердечки пастота пишет чуть не подарили на 8 марта отметил меня молодой человек понимаю то что не подарили тебе но не знаю насколько это жестко было но вот такой мощь хорошо поехали перетяжка под аплент твинга и джесси за не секрет будет для обороны потому что не было контроль минимум очень хп 24 было 12 осталось лакси нечего походу бросить предложить соперник он здесь не может поставить есть установка дал два ситуация 30 убивать в позиции дела тенте находится сейчас он может даже посидеть может быть твинг и окси по идее можно батить и тогда тиммейт ой тиммейт простите оппонент бы отошел то есть они твинга бы заставили в одну из позиций перетянуться то есть и болтан бы его забрал но все как-то хорошо сложилось ревенант во в три затащили поставили закрылись и победили это сейчас выделил закрылись типа многие этого не делают залог успеха зашли поставили закрылись но к сожалению да команды во многом отступают от этого правила но она не то чтобы супер обязательное просто это правило которое с минимальным исходом с точнее с минимальными рисками позволяет вам забирать для себя раунд и удерживать позиции бомбсайда но в любом случае выход в лобби на данный момент сейчас возможно тактическая пауза но кажется что она довольно быстро проходит там у блатан то видимо что-то закончилось либо из девайсов либо из купонов сходил закупился по-быстрому и полетели может быть может быть так пацаны выходим в лобби у меня закончилось что терпение хватит это терпеть пошли рашить за юровой там все побежали ну и втроем а может быть что он даже сейчас ребят побегут из ревенант под бк блантант играть на приеме рядом и от его забирает гандита еще хаишки прийтили нужно под них разыгрывать его открывается дальше старик засел но опять же на агрессии попытался ты его додушить своего соперника не получилось блатан с гранаты играет в размены и сразу же отходит назад с другой стороны у команды the north three members кажется что появляется вот эта нотка через когда надо отступить они чересчур агрессировать вот они до этого могли бы продолжать агрессию могли бы продолжать прессинг даже после потери тео но сейчас отходит немного назад может быть дисциплина немного меняется мета игры для них меняется но посмотрим идет перемещение теперь по направлению а плента и в принципе у нозе боя сейчас может обновиться информация по проходу твинга который уже начинает аккуратно открываться по направлению альфы да есть информация откидывается смоки твинк пытается сместиться под пирамиду сразу же занимает бомб сайт и должен понимать что скорее всего сюда полетят хаишки да он на это и рассчитывает и гранаты полетели но все-таки твинк успел поменять позицию и уходит по направлению нубки все пока ты кстати это говорил говорил про хаишки думал а где они что-то как-то долговато летели как будто бы можно было бы и поставить ну вот сейчас пробует вновь твинк байт есть инфа все-таки ты была хаишка на что 2 в 3 ситуация куда побегают ребята очень долгое время сидел джойсис на квадрате закурив сигару ждал он соберут но получается что в раунде польза была сведена к минимуму но он закрывал возможный поджим его не было а если бы был опять тема с не если бы все мы ее знаем и берем один времени на обсуждение в принципе нет потому нужно пытаться выходить из забирать соберника кого сможет не знаю но просто сделать ему плохое настроение тем что забрала вот ну вот допустим вот так вот допустим и лакси нет допустим потом забирает делать уже неприятно очередь ли берин ну там блатан забрал я сейчас посмотрю на реплеи мне кажется парень сам не понял как это прилетело но в любом случае раунд для команды the north remember счет загорается на табло 32 опять же пытаются вырваться вперед но надолго ли и хватит как я говорил ранее по первым двум раундам судить ни в коем случае не стоило и команда ревенант лишний раз об этом нам сообщила отыграли два раунда подряд но смогут ли сейчас вернуться в боевую колею непонятно откидывается смог на шорт центральное кафе можно в принципе выходить на под эти смоки будет слишком неприятно и неудобно пикать так что продолжают отыгрывать более пассивный формат игры для себя в этот раз бандит роль закрывающего отыгрывает на квадрате причем закидывает хаешки под шорт под эти хаешки как раз таки присутствует выход внимание обороны сразу же перестраивается по направлению пэп лента прилетает еще одна хаешка венга погибает плюс это опыт жимать сейчас банан дабы закрыть какую-то перетяжку или об этой перетяжке вовремя сообщить пока что информации по нему никакой нет да и он никак не может помочь тиммейтом поскольку оппонент не уходит но есть не то чтобы стопроцентная информация там еще перемещение через тспаун присутствует но основную часть инфы перемещения под а плент т.о. определенно собирает поэтому его тиммейты могут свободно сконцентрировать свое внимание по обороне пэп лента отжесится еще один минус т.о. разменивается длина продолжает свой проход откидывают хаешки смоки и выход на бетон первая линия погибает от рук бандита но и зибой отправился отдыхать и элакси с дуалами в упоре у бандита навряд ли есть по нему информация зато есть точная информация по т.о. а там еще и либериан в аплент уходит но ставить не торопится видимо придется рисковать на данный момент а т.о. может подловить сейчас всю эту перетяжку но это уже не столь важно элакси не выстоял в б-сайде погибает и астрикс закрывает т.о. ставят точку в раунде 3-3 неприятно элакси там надеялся собрать целый куш но вот стрелял стрелял думал что наверное забрала и поэтому хотел уже переводить прицел но вот тут его остановили ребята спросив документики ваши сути ажиза я могу так быстро рассказать меня сегодня копы остановили и документики спросили прикольно я тоже думаю раз второй раз за две недели вышел остановили ну потом на паузе как-нибудь расскажу эту рафляночку по большому счету да ничего такого плохого или криминального ребят если что опережает какие-то рофлы в этом случае хотя было бы может быть неплохо мало ли кто-то очень угодно и что-то элакси в упорим по циккам кто подслышал хрешку а кстати здесь на самом деле вот пока слышишь чеку вроде бы вариант ворваться знаешь риск конечно дело благород вот и можно было бы ворваться но любери он делает тара-та-та-та-та забирает элакси и тео и кстати в их силах уйти просто подать зачем-то об этом пока здесь ребята на шухере а именно блатанты нойзи-бэй которые вдвоем остались в эстане защиты но хотя туда нойзи бою довольно таки легко переместиться но ему нужны наверное смоки чтобы скорбаса кто-нибудь откинул развлёк нойзи-бой опорных от дома и не давал вот такой исполнять а так они они даже смоки не кинули они просто проходят хотя все наверняка под ну окей видно даже что потратили просто набит забрал блатант сейчас астерикс возможность поставить но зи бои ставят и даже лучше я бы сказал лепит пачку по позиции плента осматривает углы все вроде бы хорошо замануху кидает плент же если свернется или нет ну хотя даже может если тела бы и хаешка может быть просто до талого сидел бы и ставил забирает очередной раунд у себя сейчас ревенант 4-3 на табло ну и все далеко не так как и радужно как начиналось по началу этой карты два раунда забирали в сухую для себя игроки за норс ремемберс а вот сейчас появились проблемы либо эти два раунда настолько в них вселили уверенность в изи гейме либо же здесь соперник попросту все таки был не разогрет они собрались обдумали может быть даже не обдумывали в целом ничего просто адаптировались к игре оппонента но посмотрим как будут действовать готовятся ли они сейчас к таки под бэплент кажется что развитие этого раунда будет идентична предыдущим работают перед быка мониторит аркаду ну в принципе аркадов позиции быка это далеко не нового тео периодически играет поджим но сейчас он меняет немного тайминг для себя не в первые тайминги выходят в аркаду а буквально 50 секунд навряд ли появилась сейчас информация по тео нового тео мог видеть астрикса хотя судя по тому что закидываются гранаты и по тео информация тоже присутствует идет перемещение занимает довольно откровенную позицию и скорее всего слышал от откид хаес квадрата хаешки полетели по направлению шарта и бандиты все-таки удается найти минус по тео который попытался пойти дальше уже в аркаду через быка стоило ли оно того неизвестно очень сложно оценить эту аркаду опять же нашел бы минус естественно все бы похвалили но проиграв подставил под ударов тиммейтов от плана есть минус от плана от плюса есть минус закрывает ли беря на и проход в а план здорово план если слышишь возможно все может быть да кстати заметил тут фейса говорит что там когда ревенант из 5e интересно узнать почему такой у вас решав и вышел и вот это не последняя новость на сегодня получается что так что напишите чего там почем но мы будем смотреть в четвером идут на пятерке бандиты гордите не сюда сладик не он еще дальше попытка куда-то в молоко пока их друзей его друзей расстреливают нужно побегать быстрее а именно бандита да в икоре на пятерке он находится одно кафе блатанта он пытается здесь обороняться как-то хотя тоже странно оборонят который нужно разминировать в общем увидели мы с вами нечто интересное как ревенант будучи проигравшими два раунда в сухомятку сделали камбэк и отдали только лишь один раунд тот который прошел после их камбэк 5-3 итоговый счет этой стороны но ревенанты безусловно молодцы и вот они расчехлились и вот они на сильном оппоненте для себя смогли найти силы и дать все таки этот камбэк половина нас с вами ожидает и посмотрим покажут ли такую же прыг для себя игроки команды the north remembers в принципе что касается перемещений в исполнении атаки от команды ревенанты я бы не сказал что было что-то сверх естественно команды the north remembers пытались реализовывать своего рода дефолт не отдавая укрепления по направлению а плента играли в закрытую б-сайда периодически один игрок выходил в пятерку и проявлял агрессию там по коробу или же чекал в целом собирая информацию по альфе но то что мы с вами видели в победоносных раундов ревенантов это начало под б-плентом выход центрального кафе прием аркады бк либо же просто мониторинг бк в последних раундах по моему они вообще ни разу не выходили под бк там были чеки они пытались ловить тео но в целом откид х и с квадрата на шорт и выход через шорт плюсом хорошее зонирование с маками но давайте об этом уже немного позже здесь уже была аркада в центральное кафе и поджим кстати под бк там твинка разгуливает в дальний но по нему была информация так что то его съедает довольно быстро тиммейтов рядом не было для того чтобы разменяться но может быть это сделает астрикс нет он попытал свою удачу но все-таки проиграл еще один минус от блатанты и здесь команда норстрим эмбард получает для себя преимущество в два игрока это преимущество определенно нужно реализовывать но куда пойдут вроде как б-плент выглядит вкусным для них но с другой стороны они могут себе позволить любое направление и играть на массе но открытие один на один элокси проигрывает против бандита и бандиты пытается перестрелять еще и тео у которого остается 20 процентов здоровья кажется что сейчас преимущество двух игроков может попросту испариться играете ли вы на массе ребята дайте знать тоже пытаются игроки ревенанту стоять на позициях 2 в 4 у них сейчас незавидное положение еще тут вроде как поешь как под намазанный смог залетать джейсис будет ли тир нормально переводит на самом деле сейчас на коробке ты его просто похоронил есть выход точнее не выхода проход у всех господ проходящих как раз таки по лангу установка будет позноватая но хотя может быть кто-нибудь останется нет никто не остался здесь игра на бх от блатанта собирающий собирающим информацию ну ребята по вещам заходились выход и спокойно сделал тык-тык-тык-тык-тык бортон получили рот но без тык-тык-тык в принципе раунды не выигрываешь это же великий тык-тык-тык примерно так там опять аркада на позиции б.к. в принципе ничего не собирается менять для себя команда за новстримемберс хаёшка хорошая в твинга не знаю видимо потерял уже веру в то что может уйти отсюда живым теперь задача астрикса разыграть по-иному если астрикс погибнет в первом тайминге сейчас при обороне бк то будут большие проблемы была попытка сыграть в аркаду опять же в цк от либериана но парни из команды за новстримемберс его быстро отговорили цк уже завоевана здесь находится тео плюсом можно сыграть перемещение через банан и уйти в а но здесь джессис находится на пирамиде если джессис пингонет информацию соперники то возможно и бандита подойдет форма он здесь будет ближайшим саппортом но пока что пинговать нечего там продолжается смещение по длину кажется что готовится раскид от элокси да 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 хаешки пошли но и эти гранаты по направлению парыча но еще стоил должен влетать ребята помогать эти плюс карапаса должен выйти еще но выйдет ли он здесь джессис но в этот раз ему не удалось перевести прицел и забрать соперника бандита последний смог хоть небольшой размин дать но он душу не греет остался слишком открытый бомб сайт который прошли ребята и поставили а там хаешка достигнет ли нет никого не достигла бандита с коробки сейчас это все дело наверняка а он вообще подарок пошел ему говорят ребята нету куда пошел-то бы вот не в доме но сейчас спину спокойно да ай-яй-яй-яй-яй ну да скорее всего так но все-таки от бандита есть минус и надо еще осилить троих времени очень мало если они сейчас пойдут на заливочную по одиночке как-то пикать бандита может быть конечно будет шанс но и то по времени навряд ли бы успел поднимается спарыча попытался расстрелять третью линию так как была информация но не прочекал лонг и за это пришлось платить головой два раунда вряд опять же в атаке берут для себя игроки за норстримаги но мы помним с вами что то же самое было и в первой половине не знаю как эта магия илья работает но если сейчас они сохранятся на винрейте окей но если сейчас еще и ревенанты опять начнут камбэчить то в этом матче определенно потусторонние какие-то силы используются они сидят на рядом на столе просто рисуют эти шести или как там гранит сколько гранит у него вот эту звезду в общем а ты для ритуала который слушай знаешь я ритуалы не провожу поэтому даже не задавался этим вопросом мышку с отрезанным проводом как жертву серьезно ребят нема конечно никого не призываем осуждаем всякие такие штуки возможно мало ли вдруг это понадобится может все-таки на твиче в общем ритуал оформить чтобы не знать дать дань где-то там богам не богам которые являются главными тебя слушаю сейчас у меня сразу же флешбеки из викингов там да не богам и так далее и тому подобное ребят если кто-то еще не смотрел на 5 аркадов быка абсолютно ничего не меняет для себя так а вот оборона определенно подготовилась в этот раз твинг не действует в одиночестве а действует вместе с астриксом но тео разменивается и астрикс может стать очередной его жертвой откидывает гранаты сам это прекрасно понимаю он отходит попросту назад и уже от позиции бэп лента будет принимать непосредственно с одной стороны я сказал что они вроде подготовились к аркаде под бк но с другой стороны ничего не изменилось твинга опять уже съедают первым делом астрикс отходит назад бандита очень неплохо так пощупали но здесь были размены параллельно шла агрессия так понимаю под центральным кафе ну-ка где трупы давайте мне трупы посмотрим короб 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 все я я нашел параллельно была агрессия в коробе попытались нарзы поджать и это опять же сыграло против них расстреляли взяли для себя преимущество в игрока оставили каленым тео но также как я уже говорил ранее бандита еще очень сильно битый атака застыла и это немного напрягает оборону парни не могут понять что сейчас происходит но мы это с вами называем затишье перед бурей потихоньку нарзы готовятся к очередному выпаду под дл но будет ли это финальный выход но с другой стороны времени мало для того чтобы фейковать так что скорее они пойдут по направлению б да откидывается смог откидывается хаешка проход в бетон но об элоксе судя по всему ничего не они знают знают а стрикс услышал элокси и уже с первой линии работает отдали б похоже на то кстати отдают еще по ходу бандит потому что да вот он еще обернулся понимаешь что здесь ему спину никто не кроет в принципе и его 2 хп вытряхнут очень быстро но с ними он все равно делает красиво забирает тео сейчас 2 в 4 ситуация времени осталось вообще ничего нужно лишь только сейчас стоит полетела что-то флэн это хае локси 4 хп секундочку вытрякают все остатки берин забирается это это магия пошла уже вход они серьезно они порезали бедную мышь окей не знаю не знаю давай смотреть но опять же команду с ножки members вроде как ничего не хотели для себя менять но параллельно провели агрессию на этой агрессии потерялись ладно в этот раз пока не играется тому же твинг тоже с опаской поглядывает по направлению ланга его три раунда подряд там выключали не исключено что и в четвертом могут добраться но как я уже сказал ранее аркады в этот раз здесь нет они полностью перестраивают свое внимание может быть фейкует может быть серьезно попытается сыграть в аплэнд на банане сейчас находится тео который скорее всего будет напрягать пятерку сейчас все внимание у джесси за и бандита должно быть по направлению альфы но бандиты понимают то что соперник может выйти в спину поэтому периодически даже не то чтобы периодически он в основном привязывает свое внимание под кором и рядом с ним находился джессис который должен был в теории отдавать информацию о проходе но джессис под шумок слинял и теперь занимает позиции дома бандита с одной стороны стоит в закрытую но если шальная какая-то укусит команду за норстрим эмберс прострелить эти двери то может прилететь по шапке но джессис проинформировать быстрее да окей смотрим на стрелец за лангом посматривает на самом деле интересно потому что ну хотя да это наверно слишком рискованная тема была бы так опа пока никого нет вот ты еще взял и пробежал по стенке и слуха но это сразу размен между прочим это стяг внимание а вальфа бежит ли сейчас слышишь бандиты повернись вот вернулся хорошо плюс под замануху все это попытался поставить ему не дают но если бой и элакси вдвоем хотя инфовал да плюс о том что давайте перемещайтесь здесь просто замановка от бандита которую не повел до последнего был на защите перетяжки под коробки да и вообще прикрытие об альфа бомба на самом деле ну кажется самая плохая которую можно ставить просто потому что его неплохо не заделал так ну она попала вот ровно вот сюда вот на жерточку это интересно просто если бы поставить бомбы сюда то ее можно было хоть как опасность я думаю вы представляете какой имеет такая обстановка но его выходит спинах спине говорит сюда давай будем стреляться давай будем стреляться но на этом сюда реально не просто ну это второй раунд подряд это сим-5 мог тащить зеркалка просто полнейшая зеркалайка я не знаю да я вот перед началом эфира еще или я говорил о том что у меня сегодня будет тяжелая голова так как вторник прошел немного я пытаюсь я пытаюсь ее стабилизировать но немного не выходит зеркалка сейчас для нас с вами два раунда вот на чем берут для себя игроки команды за норстремемберс такое ощущение то что у них есть мана на эти два раунда не юзают потом опять уходят в пассивный режим но у команды ревенант маны хватает на то что их дожимать они сейчас опять берут свое преимущество джейсис погибает первым от блатанта даблкил этим надо пользоваться опять же преимущество по игрокам настроение команды за норстремемберс и надо сейчас проявить агрессию но опять же не поодиночке а командно закидываются смоки перемещение в плент не знаю по плюсу если информация но судя по тому что хаешка прилетела инфа была плюс пытался ставить до последнего но там уже и вариантов для отхода не было надо было сразу отпускать бомбу и убегать может быть и выжил а так нет надеялся поставить это что тиммейты будут удерживать этот плент но судя по всему нет вин готовит еще одну хаешку готовит ее в идеальный тайминг элокси ставит бомбу хае полетела но элокси эх ушел но буквально доля секунды и элокси был бы трупом но здесь опять же три в три пока ставили эту бомбу потеряли двоих равенство по игрокам достигнута команда ревенант перемещение в пятерку закидываются хаешки и опять же если они сейчас зазонят условный стрит если есть смоки то у элокси большие проблемы но кажется что этого не будет а тео и блатанта еще по минусу и тео дожимается или веряна приводит свою команду к победе в этом раунде парни пытаются наверстать упущенное но надолго ли их хватит в этот раз посмотрим удержали так этот бомб сайт смогли забрать себе раунд разбить преимущества с ноуболом уже идущие для ревенант так вот буду повторять подобный раунд на разы ну да это зависит от ситуации во многом все дела хаешка на чек кстати от тео он занял коробку плюс минус инфа хотя на не сильно ты волнует волнует ребят потому что бандиты здесь закрытую для него точнее инфа что есть стрит старая инфа что на коробке но он ее смотрит здесь непрестанно инфа на стрите постоянно обновляется окей пока все тихо на разы ждут но как мы видим это им не особо помогает блатан 6 кп и сильно потрепанный плюс тоже на 25 но это на пару тычек хотя нет даже может быть где-то на хорошенькую на одну от карабинчиком бандита это х я прям под него до кидали но походу то если так то это очень хорошо на разы большие молодцы ну сделали по сути дефолт ты знаешь что человек туда садится у тебя уже то есть в первый раунд ладно это неожиданно во второй вопрос если ты не кидаешь вот но здесь кин уже здесь забрали легкий минус вот что и требовалось вот на этом времени получили преимущество потеряли хп неприятно но будем работать дальше как говорится полтреймент на таймер а еще забегать нужно а коробка кстати твинг посматривает но так на пол рубля повернулся посмотрел отвернулся посмотрел лонг у него слишком много задач здесь надо ребятам как-то распределиться старик должен набрать лонг и помогать а в свою очередь твинг смотреть дальше коробку как то вот так вот есть выход и проход даже на арку потом где ставить никто ему не помешать потому что ему нет информации и даже ли берин забирая двоих здесь не сильно помогает ребятам так скажем здесь важно было наверное плент закрыть потому что снова в позиции нарзы получится ли в этом раунде так закрыть как в предыдущем элокси минус 2 находит уходит ребятам помогать также потому что позиция скомпрометирована смысла в не оставаться особенно нет хотя поддерживая тайминги он может просто пойти за спину на нуф и ултнт раз пачку ставит можно наверное не рисковать а просто играть закрыто но если ты билтнт то можно попытаться и поставить пачку еще раз опять поравняли счет и для себя игроки команды но в ритуал новый ритуал все именно так там ребята задаются вопросом на тему кодов ребят нет пока что их нет надеемся что придут завтра праздники немного подруинили нам с вами дедлайны но ничего страшного есть коды заставки поэтому делайте свои предикты и получаете пополнение инвентаря так команду с north remembers возвращает для себя паритет на табло но опять же паритет на табло это явно не то за что они здесь борются хотят забрать карту здесь и сейчас удастся или нет или все-таки команда ревенант как уже мы с вами обсудили проведет очередной ритуал и здесь пойдет камбэк с их стороны неизвестно поджим на лонг не работает на данный момент в принципе позиции быка мертвые их никто не использует не по направлению атаки и по направлению обороны никто не поджимает не стоит ни с другой стороны но есть поджим теперь шор где плюс находит оупы на зи бой прибывает своего тиммейта находит минус еще по либериану неприятное ослабление позиции б-планта и обороны теперь вынуждена обратить внимание именно в позиции зиги но уджере за есть информация тиммейтов что те прикрывают ему спину поэтому в основном идет триггер на блатанка который проходит сейчас в Апленд. Инфа по нему есть, но только по одному Блатанту. А где его тиммейты, неизвестно. И кажется, что они сейчас просто вернутся в Зигу и попытаются выйти под Б, который, в принципе, пустует. Да, там один Джейсис, но один в поле не воин. Откинут ХАЕшку и закинут Смоук какой-нибудь зонящий условно и пойдут. Двинг попытался провести перестрелку против Део под Коробом, ничего хорошего из этого не вышло. Минус от плюса, погибает Джейсис и бандита остается один в пять. Ситуация крайне печальная. Выходит пятерку по бандита. Есть информация, он пытался жить, но Блатант его дожимает. И все-таки еще один раунд для команды The North Stream Members и на этом все. Ну, молодцы, да, ребята. Это я сейчас уже к слову... Ну, про Нарзов, да, сказал. Большие молодцы они. Просто в чатике все такие, опа, 203, и все начинают писать 203, 203, 203. Я думаю, ну, а я что? Я что, рыжий, что ли? Тоже написал? И сейчас все такие рыжие. В смысле? Я не понял, напишу на эту мыну. Угу. Так, ну, ввиду того, что вас довольно много сейчас в чатике, я думаю, что мы устроим меню раздачу наших кодов одной активации. Но так как они на одну активацию, давайте сделаем это отмашкой. Для тех, кто забыл, как работает отмашка. В определенный момент трансляции я скажу вам кодовое слово. Вам это кодовое слово нужно будет написать мне в личные сообщения. И первые 10 человек, которые напишут мне, первыми те и получают призы. И важное примечание. Вас довольно прибавилось, может быть, кто-то об этом не знает. Нужно написать одно сообщение. Если вы будете писать их 30, то ваше сообщение будет подниматься в самые первые диалоги, в самые новые диалоги. Но я буду смотреть с самого низа списка, то есть те, кто писали первыми. Если вы будете постоянно флудить, мол, ну что, ну что, а куда, а где, а почему, ваше сообщение будет перелетать вверх, и я его попросту не замечу. Поэтому одно сообщение, и не более, с кодовым словом, которое я произнесу в голос. Все услышали? Если что-то непонятно, задавайте свои вопросы в чате, потому что пока что у вас есть время. Я не собираюсь отмашку называть прямо сейчас. Но она может быть в любой момент. По началу второй карты, в начале второго матча, в середине второго матча, в любой из этих моментов я могу дать вам отмашку. И будет это работать так. Первые 10 человек, которые мне написали, я вам в личные сообщения пришлю код, за который не надо будет бороться с остальными. Он на одну активацию с донатом 7 дней, и вы попросту забираете его к себе в карман. Пока у нас не пришли коды на 50 активаций, которые мы можем закинуть вам в чатик, чтобы все были довольны, давайте вернемся к отмашке, и скорее всего про нее уже забывать не будем, но будем ее делать в те моменты, когда вы большие молодцы, как сегодня. А, вспомнил. Никто, конечно, не напомнил, но я вспомнил. Про моменты. Я, ребята, не да, ну порой не так часто выхожу на улицу, а зачем, спрашивается. Ну, конечно. Вот, но тут сошли звезды. Нужно было выйти, выкинуть старые коробки, да, сходить, подстричься, все дела. Вот, я значится. Заранее до этого дня выходил уже, то было 8 марта, Настя вышла, да, это моя, вот про то, что я рассказываю, это уже вторая попытка выйти на улицу. В первой, да, это было 8 марта, я хотел сходить подстричься и думал, ну да, вроде бы как у женщин на праздник, но типа работа же, но тоже думаешь, ну, может быть и должны. Ну, в общем, не страшно было. Я вышел, да, увидел, что они не работают, развернулся, ну, без разницы, хоть повод был выйти на улицу. Окей. В этот же день, который может интересовать по этой истории, вышел, иду прямо, никого не трогаю, вспомнил, что мне нужно еще добавить денежки, у них же там вроде как не работает терминал, нужен налик, а сбер через дорогу. Думаю, ну, сейчас выведу, начинаю переходить дорогу. Там, чтобы вы понимали, у нас движение в городе, у меня 80 к населения, 88. То есть народу-то не так много, и на той улице вообще считай никого. Но смотрю, тачка копов была. Ну, я их увидел, и что, значение не придал. Начинаю перезаходить, проигру смотрю, думаю. Вот, начинаю переходить дорогу, все, иду, открываю дверь Сбербанка. Сказал, да, кстати, название банка это не реклама. Вот, и тут мне по плечу хлопает человек. Я такой, а? Он мне такой, гражданин, пройдемте, пожалуйста, в машину, вот, по оформлению документов, ну, на то, что вы переходите не положено. Я такой, про себя думаю, ну, класс. Отлично. Найс вышел. Красава. Сейчас еще штраф, и будет вообще замечательно. Красиво вышел. Но, на мое счастье, так, нам надо нажать на готовность. На мое счастье, для меня вышло только предупреждение. А так вот, ребята, видите, они-то прямо на меня смотрели. И, кстати, вот он, господин коп, и сказал. Ты, говорит, зачем пошел-то? Мы же прямо перед тобой стоим. Ты, что, нас не увидел, что ли? Ну, сори. То есть, такая по... Такой попадамс, что, ребята, не надо оно вам. Смотрите по сторонам, и не переходите дорогу в неположимое место. Ну, как бы мы это сказали, конечно. Ну, а так-то, самое главное, правила-то для людей делаются. Если никого нет, ты спокойно переходишь, ну... В общем, такая вот штука. Этот раунд, этот матч, эта карта уже начинается, и первая кровь проливается блатантом. Open фраг есть по направлению аплента, и Астрик здесь решил покеройствовать. Соло вылетает через семерку, и Элакси объясняет ему и его другу, что так не делается. Хаёшка Атео закрывает Джессиза, и остается бандита один против пятерых. Ситуация крайне приспорбная для него. Парни погибли каким-то неимоверно волшебным образом по направлению Б-сайда. Так я и не понял, что хотели придумать для себя игроки команды Ревенант. Я понимаю, что это кажется, что должно было выглядеть как сплит под Б, но выхода не было командой. Они выходили по одному. Сначала одного Астрикса расстреляли, потом одного Либериана расстреляли, потом одного Джессиза расстреляли. На этом все закончилось. И не было хаешек, не было зонирующих смоков. Не знаю, как-то скомканно попытались а не сыграть в этом раунде в атаке. Но может быть что-то в другом изменится. Так. Бандита готовится на раскидку. Видит, какая-то хаешка, какая-то замануха летит. Но это на четверку, кажется, от обороны. Да, и не одна. Причем летела. Оп, и доки. Ну это, кстати, под респаун. И плюс вообще гуляет здесь. На самом деле, он очень долгое время смотрел на четверку. Там что-то, наверное, информацию какую-то выдавал тиммейт. Но по ней он никого не нашел. Окей, повернулся на респаун и его забрали. И сейчас не один он пал. Причем ситуация, выход на бой, тупачка, взлетает боба, амбитра, переворачивает сейчас немножко ситуацию блатант. Но ненадолго. Тео, в позиции. О нем ничего не знают. И заходить дорогу. Да, ребята, понимаете, я геймер иду в этом мозгокостей, как говорится. Я пока сидел эту ситуацию, рассказывал парикмахеру. Я там столько всяких сленгов наозвучивал. Вот. Что она хихикала, хохакала. Ну тут Тео сейчас явно коварно смеется, который сидит и слышит все перемещение и знает всю информацию об оппонентах. Твинг открывается, под него есть минус. Джессис закрывает ноизи бой. Один на один против Тео, но хп крайне мало. 21% здоровья Тео пытается забайтить на перемещение, но Джессис пока что не ведется. А времени все меньше и меньше. Тео надо сокращать дистанцию. Он пытается додушить, ну хотя бы одно попадание, но нет. От Джессиса есть минус и есть раунд. Отлично. Сыграл Джессис, но был опять же на грани. И здесь вопрос. Как так получилось? Я, к сожалению, не заметил, как он сбрил соперника через вино. То есть там кажется, что стрелял по Тео, но прилетело другу. Прилетело другу. Получается так. Ну, в любом случае, для атаки это раунд, который им нужен был. Сейчас они стартуют именно с него. И здесь они получают информацию, что бета вроде как мягонькая. Можно пробовать. Молодой человек в чатике пишет и спаме даже больше. Такое слово надо говорить. Ау. И причем не раз написал. Эх. Если внимательно слушать, то... Не только внимательно слушать, а еще и чат читать, где я раза три уже сказал, что скину ссылку и нужно писать мне, то в принципе вся информация будет в кармане у вас, ребят. И так же я сказал, что произнесу это слово, а не уже произнес. Поэтому просто внимательно слушайте и ждите. И терпение, да, вот. Да. А тут... Как у меня остальное. Как остальное. И терпение тоже. Вот так вот надо было сказать. Павел, павел. Всему нужно учить молодого. Ну, дела. Хорошо. Тео остался один в четыре по идее. И так как понимание этой информации, он может из позиции... Ну, это прям вот доля секунды как-то нужна идеально. И тут мы с вами просыпаемся, потому что представили себе какую-то нереальную обстановку. Хотя, может быть, вот начиная именно с этого фрага, все может пойти гораздо лучше. Еще родовый есть Твин, который пекает на Тео. Будет ли выход от него еще раз. Ну, здесь была на самом деле возможность. И благо Твинк удержался. А вот если бы, когда стрелялся бандит из двойки, Твинк открывался в тот момент, когда Тео смотрел на проход через двери, то... Здесь бы для Тео снова и снова были бы возможности открываться дальше. Но не сразу, не получилось. Поехали дальше. Там, кстати, Слава писал привет, Макс, привет, Илюха. Здорово, да. Здорово. В каком районе живу? На основном. На основном живу. Не, ну у нас так без рофла. У нас так и есть. У нас основной, Заря и Уральский. Я на основном. Три района, Слава с город, Найс. Здесь команде Ревенант пока что удается забрать пару раундов для себя. Самое что интересно, один раунд может проходить в каком-то диком сумбуре для них, но последующие раунды они собираются и на каких-то диких лаки тащат для себя раунды. Тео мониторит сейчас заход через длину, время тянется, минута уже практически позади и выходов абсолютно никаких не было. Даже дамаг не нанесли. Но может быть сейчас при пике ланга, я так понимаю, или же они байтят. Да, они раскидывают сейчас направление альфы, но сами смещаются под семерку. Команда за Норстрим Мембер сами частенько подобный момент используют, где раскидывают одну позицию, смещаются в другую, поэтому навряд ли должны были повестись на подобный байт. Плюсом ко всему Тео на длине, который собирает всю информацию, его явно с маками не отзонили. И кажется, что ревенанты сейчас попросту потратили сколько, две или три хаешки, которые отправили под двойку и лонг в целом. Не было смоков при этом использовано, но гранаты отлетели просто так, и под них никто не репикал. Интересно. Ладно, смотрим дальше. Идет смещение под семерку, здесь также откидывается хае, но кажется, что это... Нет, это не смок, это хаешка, под нее выходит винт. Есть информация по Элокси, но у Элокси не было поддержки. Хотя вроде как платан вместе с Нойзи Боем на подмоге находится. Элокси погиб, но Нойзи Боем разменялся и даже двоих забрал к себе в карман. Все шикарно складывается. Атака параллельно идет теперь по направлению альфы. Блатанта, и по Астриксу есть вся необходимая информация. Соло Блатант сейчас не рискует, но в основном байтил внимание именно на себя. Через лонг смещается плюс, к которому явно Астрикс был не готов, есть минус и есть раунд. Начало миссии. Есть. Кто выиграл ДЦ? Да, The North Remembers. Эдмар пишет ДЦ, но не в этот раз, как говорится. ВК, да, да-да, ребята, да, ВК, да. Писать, да, нужно. Но когда вас об этом попросят, как раз таки, когда скажут, кстати, какое слово именно, ребят. Вот, внимательно слушайте снова и снова. Уж в тысячный раз повторяем. Надеемся, что мы к этому больше не вернемся, что нам нужно постоянно снова повторять. Такие дела. Окей. 4 в 5 ситуация. Закидывает плюс смок, чтобы продлить его вообще на ЦК, чтобы создавать там определенный элемент защиты, который, по идее, играет на руку обороны. Если Либериан заходить будет через эти смоки, то будет немножко неудобно. Но смоки развеивать с Птихой. Еще какие-то были. Это что? Это где? Это на лонг просто кинули по всей веримости. Если вообще-то да. Ну да, аж пару смоков отдали. Окей. Ну и попытка Либериана пикнуть в соло. И мы больше не играли. Небольшой риск был. Ну и здесь бандиты благо разменял для атаки, для ревенант, которые сейчас куда пойдут, вообще непонятно. Полторы минуты практически прошло. А у них вот только сейчас, с начала раунда, ну, вот если вы понимаете о чем я. Ну, только начинается. То есть они только идут на разгид. Как-то. Леха, я знаю, какой район ты правильно сказал. Вот я-то знаю, что я правильно сказал. Тут вот три района. А я тут в этом городе всю жизнь живу. Божечки и сусечки. Так, там хаёшка на лонг. И под нее же выход от бандита. Плюсом есть граната под Нойзи Боя, которая заставляет его отходить немного назад. И здесь же зонящий смог. Нойзи Боя должен делиться информацией. И плюс, как раз таки, по этой информации работает. Но самое главное, чтобы не тянул, хотел я сказать. Но Нойзи Боя, кажется, это не особо волнует. Выход раз, выход два. Еще и послапать девайсы умудрился. Так что раунд для команды The North Stream Members 3-2. Пока что идут вплотную. И вот эти качели, ну, больше на пользу команде Ревенант. Откинута хаёшка сейчас в четверку. Идет перемещение над Думаном. Возможно, в первом тайминге пытаются сыграть на опен для себя, но нет. А Тео и Нойзи Боя прилетают еще две пачки. И погибает Астрикс вместе с бандита. Дальше, возможно, попытаются отыграть эту размену. Ну, как возможно. У них мало здесь вариантов. Они могут попробовать толпой, конечно, надавить там, условно, на центральное кафе или же лонг. Или опять попробовать Бэплэн через семерку сыграть. Но соперник явно превалирует сейчас в силах физических. Поэтому надо попробовать сыграть в размены. Один размен нашли. Закрыли Тео. Плюсом сейчас Смок лежит под семеркой. Можно его попробовать обернуть в свою пользу. Но он уже потихоньку рассеивается. Так что в этом нет никакого смысла. Элокси готов принимать заход под семь. И кажется, что сейчас Либериан пытался почекать на голову. Нет? Мне показалось. Он просто под угол подошел. Она здесь повернется? Нет? Если сидеть прямо противоположного угла. Не, я думаю, он не дотянется. Навряд ли, да? Но в любом случае перемещение через семь. И его будет принимать Элокси. А на подхвате у него Блатан. Элокси будет играть на заходе. На приеме Либериан. Ку-у-у-у-у-у-у-у. Забирает Вингай Джейсиса сейчас. Либерин как раз таки остался жив. Но он остался один. Хаешка полетела под Широку. Блатант, наверное, увернется от нее. Хотя там могло быть всякое. При флуде команды здесь можно было бы упустить звук падающей Хаешки. На любом случае получается сейчас забрать ребятам раунд. Это 2-4. И выходит Ревенант пообщаться. По факту отданных раундов, которых им бы хотелось получить, но не получается. Из хороших новостей для них это снова же. У них же бета получалась. Вот как-то нужно думать насчет нее. Актуальная тема. Ну, нужны раскидки. Нужно не закидывать игроков поначалу. И по-хорошему, может быть, даже сплитом разыграть. Потому что, ну, аркадно слишком выглядит оно заходить в пятером через семерку. Квадратишь, практишь гуту и вот дальше вот проходить. Вот оно под бету. Надо оно так. Страшно. Или с другой стороны не могли бы пытаться. Но здесь уже тогда нужно думать в направлении. Окей, вы в пятером через семерку заходите в квадратишь. Дальше вы что делаете? Нужны, наверное, какие-то Хаешки или смоки и нашивы прежде всего. Чтобы, опережая позиции, в которых может играть соперник, то есть прям за ширмой в упоре, туда пострелять или под ящики тоже найти пиксель, там как-то примаститься. И вот, опять же, закидончики делать до начала вашей атаки. Закинули? Побежали? Прострелили? Побеждали. Ну, если можно так сказать. В паре слов. Условно. Ну, ждем. Пока перезаходят, пока ждут, пока общаются. Мы, кстати, говорили ли вообще за ставки, кто там и чего. 8-7, я пока вот помню. Да, вот про ставки забыли. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, ребята. Леха, я не могу установить игру вновь. В чем проблема? Ну, ты не назвал никакой ошибки. То есть ты просто, ну, я не могу. А почему не можешь? Ну, тут в любом случае мы не служба поддержки. Конечно, что-то мы знать да можем. И есть, кстати, очень полезная группа, что может вам помочь. Очень да сильно даже. Она есть в закрепе основной группы. Там переход на группу службы поддержки, в свою очередь. Звучит, наверное, немножко масляно, но сейчас я объясню, в чем суть. Заходишь в эту группу, и у них закрепленный пост. Найти ответ. То есть любой твой вопрос, касаемый игры, который распространенный, обобщенный, как угодно называй, многое из этого ты можешь здесь найти. Если тебе здесь эти статейки не помогут, я даже, кстати, для твоего удобства и других, кому интересно, копировать, вставить в чатике ссылка, но через 2 минуты вы, конечно, услышите, что это, и пока не услышите, кто-то проклацает, и у них не поймет, о чем суть. Ну, вот, слушайте. Здесь можно найти. Если не находите, тогда пишите в службу поддержки. Вам там будут помогать. Основываясь на ситуации, которую вы будете, ну, по-хорошему, должны написать развернутым максимально, чтобы у человека, который это прочитает, не осталось к вам вопросов, он сразу же начал действовать по направлению вашей помощи. Такие дела. Ну, мне лично во многом эта группа помогала. Я когда еще сам катал был киберкотлеткой, то было дело, обращался. Я, наверное, в своей жизни, правда, вообще, может, раз только вообще в СП писал, но службу поддержки. Ну, а причины не было. Там не по игровой теме, это просто за аккаунтом разговор был. Хочешь решить проблему, удали игру, и все. Красавая! Вот это в чатике совет, но мощный, мощный. Всем купишь, адепт. Здорово. Рулетка, да, пока не сняла. Макс, тебе, да, 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 ему, ему. Да, да. Мне кажется, кто-то из ребят просто начинает рофлить, да, потому что на вопрос было отвечено 350 миллиардов раз, и от них и тех же людей в чатике. Самое печальное в этом, да, вот для тех, кто все-таки нормально себя ведет, общается хорошо, туда им-сюда им, они негодуются того, что люди, те, кто кому или без разницы, или кому даже не совсем без разницы, но больше хочется порофлить, типа, быть о-го-го классным, вот, они просто исчерпывают наш лимит добра, какого-то доверия, отношения хорошего к чатику, вот. Это печально. Игрочает всех, наверное, кроме них, но хотя тоже, видишь, это и на них самих тоже может отразиться, если они желают, а, скорее всего, желают получать какую-то халявку, коды, приятно же, приятно, вот. Они тоже наверняка желают, но мешают этому всему делу. Мороз сегодня, и завтра тоже. Ну, сегодня ветер такой неприятный, да. Такая фи, эх. Но когда ты выходишь два раза за две недели, то как-то без разницы. Ну, типа, вышел, да, подышал, вернулся домой, кайфуешь. Так. Что-то, ребята, долговато общаться, призаходят. Не знаю, они что-то в чатике пишут в игровом. Ну, там с интернетом, как я понял, что-то связано было. Так что все равно разошлись. Одно слово из всех интернетей. Понял, понял, да, все, понял. Ну, в принципе, в основном так язык и понимаешь где-то. Там одно слово понял, тут одно слово понял. Ну, да, примерно так. И от этого уже отталкиваешься. Ну, есть, конечно, такие слова. Точнее, не то же слова, а языки, в которых удобно. И даже они слишком похожи с русским. Поэтому похожи. Вот по типу польского, но тут больше украинский. Тем, кто знает этот, легко изучить польский. Что еще есть? У этих есть. Ой, крутится на языке. Хотя, не. Латыши почему-то знают русский. А что, вот как-то там такая история крутилась. Я вроде где-то что-то даже и знаю. Может, в голове-то что-то есть. В Латвии просто хорошо знают люди русские. Они там, там даже вот вроде бы по процентам людей, которые вообще живут в этом городе. Вроде даже основной язык-то почти русский. Ну-ка. С этим вопросом я вышел в интернет. Ну, как по-умному-то и как ключевое слово-то написать. Ну да, они на латышском говорят, ну а дальше-то... Этнические русские, 27%. Ну, в общем, вот. Зачем много людей получается, что на русском говорят. Завьяловский? Нет, это не город. Ну, точнее, не в городе он находится, словом. То есть это... Как силово, что ли. Ну, по крайней мере, в моем понимании. Там хаешки полетели. И кажется, что агрессия сейчас будет в исполнении команды The North Stream Members. Да, с Астрикса есть минус. Плюс подрывает того же Астрикса. И идет поджим прямо на тест-паун. Плюс, серьезно, вообще никого не боится. Находит уже даблкил. Но до третьего не дотянулся. Ладно. Но, опять же, что примечательно, у него не было подмоги. Я так понимаю, Блатан должен был ему помогать с центрального кафе. Но он первым делом получил по шапке. И кажется, что в частности из-за этого плюс пошел вабанк вплоть до тест-пауна. Нашел там даблкил. И уже три в три ситуация сравнялась. Попытался отойти, конечно. Но там его уже бы не отпустили попросту. Ну, а Зибой теперь ответственный за Аплент. Подмогу ему явно ждать не придется. Но кажется, что подмога понадобится его оппоненту. Закрывает Твинга. И парни теперь понимают, что на длину явно соваться не вариант. А вот что с центральным кафе? Мы-то с вами знаем, что там пусто. Но и кажется, что об этом узнает в ближайшее время Либериан. Из Бэплента его никто не мониторит. Выход в мид. Ай-яй-яй. А, это все появилось. Информация ТО как раз-таки находилась в позиции для человека ЦК. Но минус от Либериана есть. И информация для Нойзи Боя, в частности, должна была уже уйти. Он пытается здесь напрячь, что локси. У меня, кстати, на самом деле небольшой диссонанс случился. Либериан увидел соперника и начал тапать с дуалами. То есть, ну как так-то вообще на полкарты решил строить с дуалами. Но попробовал, поставил пачку, вообще вопрос как нет, красава. Вот, я и отмечаю то, что он, наоборот, хорошо сыграл. В плане, что удалось, сделал, поставил на это все. И выиграл просто. Почему не РБ, например? Ну окей, об этом может быть чуть позже. В чатике может продолжить сообщение на эту тему. Хаешка, как знал, еще просто бросит. Я знаю, что там чел сидит. Я бросаю туда, он взрывается. Все просто вроде нормально. Ну может, он просто пошел ва-банк. Ну, потому что времени не было. Там была минута. И вот как-то вот так. Просто бросил все. Смена сторон. Нарзы будут играть в атаке, благо их полученных пяти за оборону. Им очень сильно поможет. На первой карте не было никого, кто поставил на счет 8-7. Поэтому можешь код на экран вывести. Там ребята переживают немножко. Изи бруизи. Ну ребята, да, что-то как-то даже и много сегодня переживают. Вы, ребят, не переживайте. Все хорошо. Как и говорилось раньше, когда не должно быть смыслом жизни. Красиво на самом деле сказано. Красиво-то оно красиво. Но это только сказано. А как будет на практике? Ауф. Сейчас давай посмотрим. Нет, не посмотрим. Ребята покидают игру. Выходят в лобби. Но что-то как-то со второй карты совсем проблематично. Дела складываются. И для нарзов, и для ревенантов. В техническом плане для нарзов. Даже если у них нет технических проблем. А эти проблемы только у их оппонентов. Для них это плохо. Поскольку только-только начинаешь понимать. Что-то входить во вкус игры. И в конечном итоге тебе опять приходится выходить. На первую половину провели для себя уверенно определенно нарзы. 5-2 первые половины. И смена сторон. Не то чтобы для них будет в каком-то более легком формате проходить. Но немного поспокойнее. В ничью тоже могут сыграть. Они в любом случае выйдут победителями уже из этого матча. Поскольку карта у них в кармане. И свои три очка они забрали. Ну а вот что касается команды ревенантов. Им здесь ответную карту забрать. И также три очка в карман закинуть. Ничья на этой карте их навряд ли устраивает. Ну а как я уже говорил ранее. Команде The North Remembers без разницы. Но конечно 6 очков унести из матча лучше чем 4. Адмирал Ясин Красин на месте. Смотря в чатике тут один молодой человек пишет. Я живу в Ужжевске. Здесь команда Завьялова. Но это просто я констатирую эту тему. Что достаточно многие из нас. Что-то даже близко живут. Такие дела ребят. Так. Привет. Хорошего стрима и настроения. Спасибо Борисыч. Спасибо. Может что ребята смогут прогрузиться летаки. Такие льви. Такие льви. Такие льви. Есть по всем. Жут. Да. Именно так. Так. В первую очередь Тео с кемпой. Или где? Нет. Тео не с кемпойки. Тео с дуалами на данный момент. Вновь хаешки. Под четверку. Под центральное кафе. Смоки на лонг. И кстати я давненько не отмечал то, что смоки пролонгируются в 4. В этом матче как-то центральное кафе максимально активная точка, в которой успевают проработать и атака и оборона. Но в данный момент на второй половине команда за нордстримемберс центральное кафе обходит немного стороной. А вот длина кажется, что им более интересно. Опять же откидывается граната. Тео потихоньку начинает смещаться. Там же упали смоки, которые должны зонировать в принципе обзор свина Апланта. Хаешка по двойку улетела. Либериан ее спокойно заэвейдил. Но это опять же был байт. Показали то, что вроде как готовы, но отходят назад. Или даже это байтом сложно назвать, поскольку как такового файта не было. Они просто тратят свои ресурсы. И я пока что не могу понять для чего. Откидывают смоки, откидывают хаешки. Вроде как пугают. Но максимум, что они этим добиваются, это держат в напряжении. И вот сейчас повторно раскидывают смоки, раскидывают гранаты. Я кажется понял коварный план этих ребят, но теперь позже о нем. Хаешка от плюса, минус от Тео, пайта с Трикс. Заход через двойку. Бандита пытался выжить максимум из своей позиции, но не получилось. Минус от Бандита, минус от Нойзи Боя и остается Твин, который врывается в двойку. Там еще и Джесси Скотт и спавна помогает. Но Твин не надо здесь геройствовать. Окей, надо. Находит еще один фраг и получается, что Нойзи Боя один против двоих. Как-то все печально сложилось для команды с Нойзи Мемберс. Были в численном преимуществе. Провели отличную атаку и открытие плента. Но далее проиграли просто ретейк двоим оппонентам. На тему того, что, когда я говорил, я понял их коварный план. Может быть, они руководствовались тем, что сначала со средней обильностью раскидали аплент, никакого смещения не было. Второй раз раскидали и под него пошли. То есть расчет был на то, что они уже так делали и навряд ли оппонент поведется и будет сразу же смещать туда свое внимание. Но выбивание было действительно достойным. Вот удержание очень пострадало. Да, актуальная тема, которую тоже себе нужно записывать и где-то так в чертогах памяти оставить, а потом разобрать вместе с тиммейтами нападящими вопросами. А чего у нас-то не получилось в удержании? Пробить-то пробили. Было реально, ну, без вопросов. Все сделали красиво. Раскинули. Все, что только было, в принципе. И Тео залетел там всех, расстрелял. И вот после этого нужно начать диалог. Так. Ну и еще одна попытка. То же самое делается, кстати. Вообще то же самое. Смоки прям обильно распинуты в аплент. Тео врывается с ножами. С ножами. Он просто резал ножом двойку окно. Я что-то вот не понял. Он сэкономил, получается, пару пуль ради того, чтобы... Что? Сэкономить пару пуль. Все. А могут просто расстрелять и расстрелять не только его. А оппонента за стекло. Ну-ки, вот снова есть пробитие. А удержание есть ли? На месте. И вот, кстати, вот, ребята, открываются. Двойн Джейсис за ручку вместе со Стрингом. И с Убори забираем, кстати, сейчас Джейсис Зейнер. Вот и остается живым. Это был Твинки. И раунд уходит все-таки от атаки. Они успели ли что-то вообще попиксить? Или это просто, не знаю, как это так... Обстоятельства все сошли. И что они просто взяли и забрали? Ну, может быть, сделали для себя выводы из предыдущего раунда, но определенно здесь первый раунд проиграли сугубо из-за того, что отдали там трипл-килл Твингу. В этом раунде не хватило исполнителей ревенантам. То есть, если в прошлом трипл-килл было Твинга, то в этом трипл-килл никто не отдал. И перемещение от команды The Nord Stream Members прошло более чем успешно с их исполнителями. Но сейчас посмотрим, что будет в продолжении. Вот теперь зонящие смоки по центральной кафе. Они, кажется, их применяют только тогда, когда слышат где-то снайперский девайс по ту сторону. И на данный момент Тео попытался с Кимпой сыграть в Open ЦК, но не получилось. Может быть, попытается репикнуть лонг сейчас. Здесь же Либериан занимает контактную позицию, но отсюда уйти живым не получится. Либо находишь фраг, либо ты становишься фрагом для оппонента. Ауф. Но хаешки полетели, и кажется, что выход все-таки будет на лонг. Если Астрикс еще вовремя подсаппортит, то Либериан из этой позиции может выжить максимум. Хаешки отлетели, но выхода не было. И об этом дает информацию также Либериан. И просто успокаивает своих тиммейтов под бэплентом, что помощь под альфой явно не нужна. И длина, максимум, какой выход сделали, они прошли под газировку и оставили здесь дозорного. А сами вновь развернули свое внимание по направлению ЦК и Семерки. Ну вот Семерку уже забросили, сделали небольшой регрупп под ДЛ. И, видимо, ждут какой-то информации, либо опена от Тео, но никто не идет на контакт. Вот, есть выход, контакт установлен. Либериан говорит, есть такой. Плюсы Тео упали. Со стороны атаки им не удалось ворваться, соответственно, это, наверное, выход просто под Б сейчас будет. Но это должно читать игрок для обороны, потому что нету под ЦК, нету под Альфы. Где они? Они под Б. Есть Ви, играет для ОКС, Ви, забирает Блатанта, Ви, ставит третью решающую точку. В этом раунде минус на изи-бой и раунд для обороны от Ревенант. Красивый момент, красиво играет, красиво собирает раунду. Ну, вроде бы как оно так. Но здесь не торопятся на The North Remembers, они аккуратно под... Как только я это сказал, они решили, ну, поменять стартежку. Они просто до этого играли размеренно, пытались раскинуть, обождать какие-то моментики для себя, но... И в этом, кстати, был плюс, на самом деле. Они же, получается, вот спокойно пробивали Альфу, но это из элемента статистики. Сейчас же они новый опыт набирают для себя, что попробовали в остальной ЦК, не вышло, инфа есть, набрали, так скажем. Ну, попробовали, почему бы и нет, с другой стороны. Но также Элакси с Нойзи Боем сидят и говорят, ага, попробовали они, а нам что-то сейчас делать непонятно. Разгребать за вас? Да, разгребать. Нойзи Бой прошел в центральное кафе, кажется, что Либериан мог его услышать. И, ать, 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 опасные моментики вот эти, открытие Либериан. Находится-таки минус, и Элакси должен был размениваться, но Либериана ему выцепить так и не удалось. Откидывается Хаешка, есть информация. 14 хп остается у Либериана, супервезучий парень. Но если он возьмет этот дичайший клатч 1 в 4, может быть, это дико взвинтит команду. Но, ну, я немножко подзабыл про то, что это уже вторая половина, и здесь один раунд для команды The Nord Stream Members, в принципе, определяет их победу в матче. А вот, что касается команды Рибериан, здесь им нельзя оступаться, нельзя давать промаха. Нашивается ширма под Аплентом, по Элакси появилась информация, но он все-таки рискует ставить при ситуации 1 в 4. Просто на мужика там Либериан уже в двери расходил, выкрикивал. Есть небольшой запас колсбара, хотелось мне сказать, но Стрикс быстро этот колсбар вытягивает и приносит команде третий раунд. Здесь все-таки команде The Nord Stream Members, фаст это, конечно, хорошо, но кажется, надо подключать хитрое с ним. Ну, это, по идее, всегда, всегда, да, нужно. Такая тема. Отвольна в любое время. Бандита сидит, я так понимаю, в курятнике вообще внутри. Да, он только вышел, обождал просто хаешки. Теперь же вбегает он в ЦК, будет играть он от двойки. Играет весьма агрессивно, позиция такая смелая, назовем ее так. Хаешка от плюсов не волнует сейчас бандита, потому что она кидается и не в него. Ну, все окей пока что, хотя позиция ясна уже для атаки, на самом деле, сильно рискует. Бандита говорит, да, верно говоришь, закройсь, пожалуйста, за столбом. Тем более, что хаешки отдали и уже так, наверное, разыгрывать не будут. Отдали, слово-то. Можно ли говорить отдали? Хаешка от Элекси. Так, это смог, подожди. Раскидывает сейчас направление Б плента, причем довольно обильно. Мне кажется, что будут выходить. А вот и в ответ полетели хаешки, но все-таки от плюса есть минус. Джейсис погибает, Твинк остается на прикрытии Б, с Айда от него есть минус. Либерин поддерживает, погибает Эо, размен от плюса. Блатан до последнего живет под Б, но направление А плента выбрано верно, как раз таки, как и сказал Илья. А может быть, Ай, и сейчас сюда пытаются пройти игроки The North Remembers. Но Астрикс упетлял через винные стеллажи от своих оппонентов и воссоединился с тиммейтами. Теперь этот парень определенно готов вернуться к Апленту для того, чтобы отомстить. Бомба будет установлена, но из боя навряд ли кто-то помешает, но он пока что не торопится это делать. Ага, прошили ширму, проверили, что там никого нет, и Нойзи бой ставит теперь в открытую. На ланге находится Блатан, центральный кафе никто сейчас не мониторит, а здесь на секундочку сидит бандит. Возможно, бандит будет ждать отмашки от тиммейтов, которые будут заходить через КТ-спаун и попытаются сместить сюда все свое внимание. Нашиф уже пошел, бандит аккуратно начинает на стрейфах чекать двойку, но Нойзи бой с беттера мониторит ситуацию и навряд ли позволит пройти просто так. По бандитам информация есть, но дамага нет. От плюса минус по твингу, плюс закрывает Астрикс и остается перестрелка на бандита. Бандит получает порцию дамага, но не фатального. Блатан остается один на один против бандита, бомба стоит под него. И бандит прекрасно понимает, где находится его соперник и понимает, что тот не позволит ему разминировать бомбу. Времени уже совсем не остается, да, бандит молодец, да, он закрывает соперника, но не берет раунда. И это спасающий раунд команду The North Stream Members. Здесь либо ничья на карте, либо победа на карте 2-0 и 6 очков в кармане. Но как ни крути, свои 4 очка в этом матче они забрали. Есть. Ну и могут собой быть довольны. А сейчас еще одна попытка фаста в ЦК, возможно, потому что зацепились за жизнь бандита. На обороне бэссайда вроде как особо не колокнулось. Но это опять же плюс обороны на этой карте, потому что здесь вот Джейсон просто мог повернуться и посмотреть по проходу ЦК. Если кто-то там и будет, то он, ну, пощупает это как минимум. Хаешка интереснейшая. Куда полетела? Да. Если что, разрешение Full HD. Она упала вот сюда, вот, ребята, как раз-таки. Вот здесь очаг его взрыва был. Оки-доки. Блатан пока ждет. Мало ли кто бегнет, Джессис, возможно, ему поможет в этом. Хотя опять... Ну да, Элекси хотя бы смотрит, вот как раз-таки просто тема актуальная. Была бы Хаея, и Блатан бы взорвался, не было бы поддержки. Но это, походу, опять заманулка. Попадай, нет, не идем и падаем по ЦК, да нет, вообще на Б идем. Но нет, 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 нет. Это не Б, вы что думали, что мы пойдем на Б, и мы так просты? В общем, вот такой вот ряд заманул. Джессис был услышан сейчас в упоре. Пытался опередить выход, и ноизи бы хотел закрыть его. Но нет, инфы пока, кстати. Ну, сейчас информация, это вопрос времени. Вот инфа. Да, минус от Джессиса есть, может быть, он и возьмет все-таки этот раунд, а команда не поверила в него, и так далее. Это очень плохо, это говорит о том, что команда тильтует, а им еще надо провести матч целый против команды 5-элементов. Ну смотри, он просто дефает, нет, не дефает, ноизи-бой сбивает. Я думал, совсем все просто для него здесь будет, но ноизи-бой продолжает отыгрывать коварного парня. Смещается под беттер, видимо, об этом не было информации у Джессиса, который забирается на БТР и сразу же не смещает свое внимание на оппонента, получает от него дамаг и берет победный раунд на карте. 2-0 по картам, молодцы игроки команды The North Stream Members. Возим 5-итоговый счет, посмотрим, что там по ставонькам. Секундочку. И в это время ребята будут, а вот уже конфо создают. 8-5 на Нарзов, Мурик 23.09, скриншот учетной записи от тебя требуется и напиши мне в личные сообщения во ВКонтакте. Про отмашку мы не забыли, как я уже говорил ранее, если вы внимательно слушали, она может произойти в любое время, в начале второго матча, в середине второго матча и так далее. Поэтому будьте внимательны и не стоит обрывать мне личные сообщения ВКонтакте, а то я очень сильно пожалею о том, что я предложил вернуть отмашки и закрою эту активность. Надеюсь на то, что вы меня поймете. Пока что музыкальная пауза, и мы вернемся со вторым матчем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok